Всем привет и слава Украине! Вы смотрите и слушаете Рашкин репорт. Меня зовут Юрий Рашкин. Передает Дэхилл. Путин в панике. Цитата. Доказательств того, что президент России Владимир Путин находится в беде, становится все больше. Он установил для своих генералов крайний срок в октябре, чтобы остановить контрнаступление Украины и вторгнуться в большой город, а в России тихо проводят новые опросы, чтобы проверить почву в вопросе президентских выборов в марте 2024 года. В стране, где нет свободных выборов и свободы слова, трудно поверить, что Путин заинтересован в изучении общественного мнения. Но Государственный Всероссийский Центр Изучения Общественного Мнения делает это необычайно откровенно. Россиян просит прокомментировать, цитата, улучшит ли, ухудшит или не изменит ситуацию, конец цитаты, отставка Путина, а также, цитата, заменит ли его кто-то на посту президента, и если да, то кто именно, конец цитаты. Жмите лайк и подписывайтесь на Рашкин репорт в Ютубе, ТикТоке, Телеграме, Фейсбуке, Трэдс, Мастодоне, Инстаграме, ну и, конечно, следуйте за мной в Эксе и Блускай. Ну, а мы продолжаем. Продолжает Дэхилл. Это два интересных вопроса, написал в своем телеграм-канале бывший спичрайтер Путина Аббас Галямов. Естественно, здесь есть скрытый мотив и игра, но это еще один признак слабости. При этом самым большим провалом является отступление военно-морского флота Путина из постоянной базы его черноморского флота в Севастополе, в Крыму. Галямов, проживающий в Израиле, полагает, что опрос – это всего лишь уловка, направленный на достижение одной из трех целей. Путин-диктатор пока еще не заявил, что будет баллотироваться, и этот опрос может быть просто способом создать фальшивую и раннюю волну, позволяющую ему остаться, основываясь на фиктивных результатах. Другая возможность, как он предположил, заключается в том, что Путин, возможно, захочет уйти в отставку и будет искать преемника. И, в-третьих, он предположил, что Путин, цитата, «думает оторвать голову тому, кто близок ему по популярности». Конец цитаты. Какова бы ни была мотивация, опрос указывает на неуверенного в себе Путина, который знает, что его будущее зависит от исхода войны, которая идет плохо. Общественное мнение, обычно несущественное, может стать фактором наряду с волей элит. Циник мог бы возразить, что другое событие, ядерные учения, которые прошли по всей стране 3 октября, призвано напугать и запугать общественность и заставить поддержать Путина. Лидеры приняли участие в учениях, которые предполагали, что 70% жилья и инфраструктуры страны были разрушены в результате ядерной атаки и что существует вероятность радиоактивного заражения. Путинские военные сроки, опросы и тактика запугивания совпадают с заявлением Вашингтона о том, что Вашингтон предоставит боеприпасы атакам с большой дальности для своих систем «Хаймарс» в Украине и что танки «Эйбрамс» находятся в Украине и вскоре будут развернуты. Ракеты изменят правила игры в Крыму. И чтобы подчеркнуть эту реальность, на следующий день после появления этой новости Украина посоветовала украинцам, живущим в Крыму, эвакуироваться как можно скорее и, цитата, «ждать освобождения», конец цитаты. Еще одной неудачей для России является то, что украинцы прорвались в Запорожье, стремясь достичь береговой линии и перерезать путинский сухопутный пост с Крымом. Безусловно, самым большим ухудшением ситуации является решение Путина бросить Севастополь, рекламируемый как постоянная база российского военно-морского флота в стратегически важном Черноморском регионе, после украинских атак, в результате которых было потоплено или повреждено множество кораблей, в том числе флагман региона Москва. Российские военные корабли и подводные лодки незаметно перебрались в Новороссийск и другие порты вдоль российского побережья. Об их перемещениях не объявлялось, но постепенно обнаруживалось посредством наблюдения разрушительное и значительное отступление военно-морского флота. Российские линии снабжения ее украинских сил будут нарушены, ракеты с ее кораблей окажутся в недосягаемости, а способность России экономически удушить Украину, блокируя ее морскую торговлю, будет уменьшена. Путин также проигрывает экономическую войну. Инфляция стремительно растет, рубль находится на рекордно низком уровне, импорт исчез, а в прошлом месяце Центральный банк поднял процентные ставки, чтобы отсрочить валютный крах. Элита этим недовольна, но большинство из них вывело украденные богатства в офшоры. Кроме того, Путин подкупал их, чтобы они оставались в стороне. Лояльным последователям были переданы активы и компании, конфискованные у западных компаний, которые покинули страну в знак протеста против войны. Но уязвимость Путина возрастает по мере ухудшения условий, поскольку общество все больше страдает. Вот почему Путин отслеживает пульс посредством своих опросов. «В России произойдет изменение общественного мнения резко и неожиданно», написал лидер российской оппозиции Владимир Карамурза, незадолго до того, как его отправили в Сибирь на 25 лет, после критики войны. Цитата. «Это только вопрос времени. Окна возможностей, открываемые революционными переменами, как правило, очень малы и закрываются очень быстро. У нового правительства будет всего несколько месяцев, в лучшем случае год, чтобы решительно порвать с тоталитарным прошлым и не допустить его возвращения». Конец цитаты. И на этом кончается эта очень интересная статья из газеты «The Hill», статья, которую написала Дайан Франсис, кто является Non-Resident Senior Fellow от «The Atlantic Council in Washington at its Eurasia Center». Ну что ж, как всегда, друзья, задавайте вопросы. Ну и пишите, откуда вы смотрите и слушайте «Рашкин репорт». Спасибо всем, кто уже это делает. Всегда любопытно читать, откуда нас смотрят. Подписывайтесь на «Рашкин репорт» во всех соцсетях. И спасибо, огромное спасибо всем, кто финансово поддерживает «Рашкин репорт» на платформе Patreon и напрямую в YouTube. Вы действительно мои герои, потому что финансово поддерживаете проекты, которые считаете важными. Вы смотрите «Рашкин репорт». Меня зовут Юрий Рашкин. Слава Украине и Габблос Америка!